Министр благосостояния Илона Юршевска, представитель Союза зелёных и крестьян, прибыла в Венсполс не просто со знакомительным визитом, а с конкретной целью. Сейчас на повестке дня работы Министерства благосостояния вопросы осуществления социальной политики не только на государственном уровне, но и на уровне самоуправления. Последние две недели мы встречаемся сначала с руководствами самых крупных самоуправлений, чтобы обсудить планы, какой может быть социальная политика будущего и какая часть социальной политики будет осуществляться на месте, то есть самоуправлениями, а какая останется в ведении государства, которое разрабатывает её и контролирует, чтобы социальная помощь, в данном случае я говорю о социальных пособиях, оказывалась именно тем жителям, кому она необходима. Как заявила министра, её приятно удивил широкий спектр социальных пособий и услуг, предоставляемых в Венсполсе. Чем больше вариантов помощи, тем больше круг людей может на неё рассчитывать. Чрезвычайно приятно видеть, как город идёт навстречу людям. Помимо прочего, предлагаю жителям услуги по социальной реабилитации. Детям, пострадавшим от насилия, их родителям. Мы посетили и пансионат, и детский дом. В принципе, социальная помощь предлагается в Венсполсе очень обширная и очень демократична по сравнению с другими самоуправлениями. Ни для кого не секрет, что каждое самоуправление само устанавливает уровень доходов, при котором житель считается малообеспеченным, и тогда получает ряд социальных услуг. Венсполс – то самоуправление, в котором этот уровень достаточно высокий. Для пенсионеров самым актуальным остаётся вопрос, не планируют ли правительство снижать пенсии и доплаты к ним. Илона Юршевска заверила, что позиция Министерства благосостояния однозначная – не допустить этого шага со стороны правительства. Это составная часть системы социального страхования, и мы не можем просто так разрушить систему, которая действует, и которой нужны может быть только улучшения. Это, конечно, неизбежное повышение пенсионного возраста, увеличение рабочего стажа с 10 до 15 лет и другие мероприятия. Но не может быть и речи о снижении каких-либо пособий, выплачиваемых по системе социального страхования. Неважно, это пособия по безработице или больничной, или материнские пособия. Пенсия – каждый пенсионер заработал, уплачивая социальный налог. И трогать пенсии пенсионерам, которые их получают, нельзя. Если вы хотите что-то менять пенсионной системой, то это вы можете объявить. Те, которым вступают сейчас работать, и они тогда будут знать в долгосрочном плане, когда они через 40 лет пойдут в пенсию, что пенсия у них будет подсчитываться по такой-то формуле, и они могут рассчитывать при такой-то зарплате, при таком-то социальном налоге, такого объема пенсии. Одна из существенных ошибок правительства, по мнению министра благосостояния, выплата доплат к пенсиям из социального бюджета. Сейчас ведется работа над тем, чтобы эти расходы осуществлялись из основного бюджета. Одно из самых важных мероприятий, которое необходимо провести не в 2014 году, как это решило правительство, а уже в следующем году надо перенести доплаты в основной бюджет, поменяв таким образом источник финансирования. И тогда дефицит социального бюджета будет на 140 миллионов латов меньше. С 1 января 2012 года будет возвращена прежняя система выплаты пособий по безработице. Это означает, что пособия по безработице в течение 9 месяцев смогут получать те, кто отработал более 20 лет. Те, кто на рынке труда от 10 до 19 лет, будут получать пособия 6 месяцев, а тем, кто до 9 лет, будут выплачивать 4 месяца. Жаркие дискуссии ведутся вокруг пособия на ребенка в размере 8 латов. Речь шла о том, что это пособие вообще не надо выплачивать или выплачивать, но не всем родителям. Мы не согласимся ликвидировать это пособие. Мы сейчас работаем над тем, каким образом его возможно переструктурировать, но так, чтобы никто не пострадал. Я думаю, что здесь могла бы быть все-таки ущена в размере этого пособия, ущена благосостояния конкретной семьи. Ну, я скажу, извиняюсь на своем примере, правда, я уже вряд ли отцом стану, но 8 лат для моего бюджета, это действительно явно немного. И если я бы с каким-то ребенком не получал бы 8 лат, я думаю, от этого бы ничего такого не случилось. В завершении визита министр посетила новое городское кафе, открыто Венсполским домом милосердия в целях обеспечить занятость молодых людей с ограниченными возможностями и улучшить их трудовые навыки. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулагин, Курзымское телевидение.